Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это не только история его восхождения на музыкальный Олимп, но и летопись целой эпохи. 1908 год. Батум. Южная окраина Российской империи. Известный на весь Кавказ капиталист Монташев, проложив от Баку до Батума нефтепровод, снабжал всю Европу керосином. Город процветал. Субтитры создавал DimaTorzok 7 июля 1908 года супруга члена Батумской городской думы Ахиллеса Димитриади Калиоппи родила восьмого ребенка. Мальчику дали очень греческое и очень мужское имя – Одиссей. Музыкальное дарование у пятилетнего Одиссея обнаружила его сестра Лиза – превосходная пианистка. Первая мировая война застала Одиссея в частной школе Арнольди, где он уже бойко играл на фортепиано, а в хоре пел альтом. Когда Одиссею исполнилось 10 лет, его сестра Урания купила скрипку и заявила отцу – пусть Одиссей учится играть на скрипке. Пусть учится, если хочет, ответил отец. Революцию в Петрограде и отречение царя Николая от престола господин Димитриади встретил, как ни странно, без особой тревоги. Он больше заботился о будущем своих детей и потому, выслушав пожелания Одиссея, направил его учиться игре на скрипке к частному преподавателю. Но вскоре у Одиссея появился интерес и к сочинительству. Одноактный балет после боя быков стал первым сочинением юного Одиссея. Большевистский режим конфисковал имущество купца Димитриади, лишив его и избирательного права. Детей таких людей запрещено было принимать высшие учебные заведения. Уехать в Грецию Одиссей не захотел. Тогда отец дал сыну совет. Езжай к своему брату Николаю в Сухуми и живи на его иждивении. Как иждивенец, ты получишь право сдавать экзамены в консерваторию. Осенью 1925 года Одиссей приехал в Сухуми. Год жизни в столице Абхазии пролетел быстро. Получив справку о том, что он живет на иждивении брата, Одиссей выехал в Тифлис. Хабарда! Хабарда! Феросим! Феросим! В Тифлисские годы студенчества Одиссей написал несколько фортепианных сонат. А на стихи Пушкина «Ночной зефир струит эфир» сочинил серенаду. Но тут в Тифлис приехал дирижер и композитор Михаил Багриновский. Первые профессиональные навыки дирижирования Одиссей получил у него. В учебном симфоническом оркестре Багриновский доверял дирижирование Одиссею. Летом 1929 года студентка вокального факультета Надежда Харадзе и Одиссей Димитриадий поженились. Но радость молодых супругов была омрачена трагическим известием. В Батуми арестовали отца Одиссея. И вот его составили в Сибирь далее. А потом помог ему посол Греции. Тогда был пан Урьяс. Он был у нас в Батуми доме. И через год он приехал в Грецию. И, к сожалению, только год прожил здесь. И рано умер, потому что я по себе служу. Мне скоро 90. А моему отцу было только 70. Конечно, Сибирь ему на пользу не пошла. А мой долг как сын, когда я приезжаю в Грецию, я считаю, обязательно себя... И каждый грек будет делать то же самое. Побывать на могиле у них в Пирее. В 1930 году, после окончания Тифлийской консерватории, Одиссея направили работать в Сухуми. В это время Надежда Харадзе была в положении. Одиссею было 24 года, когда у него родилась дочь Нана. В Сухумском музыкальном техникуме Одиссея основал первый в Абхазии симфонический оркестр и возглавил его как дирижер. Но вскоре Одиссея понял, что он как дирижер мало что дает оркестру. Следовало бы еще поучиться. Решение вновь стать студентом Одиссею далось нелегко. В ту пору он встретил новую любовь. Его избранницей стала Елизавета Сербина, студентка музыкального техникума. Оставить молодую жену и надолго уехать в Ленинград Одисей не хотел. Но жена настояла и обещала ждать. Елизавета Сергеевна оказалась верной Пенелопой. И власть своего Одиссея. 21 сентября 1933 года Одиссей вошел в здание Ленинградской консерватории. Три года проведения в Ленинграде для меня это счастливейшие годы моей творческой юности. И конечно, эти годы не забываем. Сам город очаровал меня своими каналами, своими мостами, своими чудесными проспектами, своими замечательными парками, дворцами. Потрясающе. И главное – Эрмитаж. Это вторая школа. Первая школа – музыка, а вторая школа посвящает Эрмитаж и Русский музей. И это меня обогащало невероятно. И кроме того, я встречался с людьми настоящими. Бывал в домах, где я сидел и молчал, слушал, что говорят умные люди. Учеба у педагогов Гаука и Мусина позволила Одиссею расширить свой кругозор, изучить и глубоко осмыслить русские и западноевропейские классические музыкальные произведения. Одиссей вспоминал, как он после поступления в консерваторию остался без жилья. Комендант общежития не имел возможности выделить Одиссею кровать. В комнате друзей Одиссей спал на рояле. А спать на рояле очень скользко. И потом, раньше других надо проснуться и освободить инструмент для занятий. Однажды, когда Одиссей дирижировал в учебной студии оперы Евгений Онегин, в антракте к нему подошел комендант общежития и нашептал «Хорошо дирижируешь. Приходи завтра, дам кровать». После Евгения Онегина Одиссей перешел спать с рояля на кровать. Во время учебы Одиссей познакомился с известным греческим дирижером Димитрием Митропулусом, который приезжал в Ленинград на гастроли. Он не отпускал Одиссея от себя ни на шаг. Посещая музеи и театры, Митропулус рассказывал Одиссею о своих гастролях в Америке. И, конечно, о Греции. На прощание Митропулус дал Одиссею совет. Одиссей, ты мой друг и коллега. Не езжай в Грецию. Ты там ничего не сделаешь. Там низкая музыкальная культура. После Ленинграда ты там будешь себя чувствовать неважно. Программу, рассчитанную на пять лет, Одиссея освоил за три года. На отлично. Закончив консерваторию, он вернулся в Сухуми, где возглавил Государственный симфонический оркестр Абхазии, одновременно став директором Сухумского музыкального училища. В 1936 году Елизавета Сергеевна родила мальчика. Одиссей дал сыну имя Парис. Вскоре председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба вызвал Одиссея и сказал, Одиссей, ты наш, мы тебе верим, но одна вещь нам мешает. Я знаю, что, сказал Одиссей, вытащил из кармана свой паспорт гражданина Греции и положил на стол. Ты умница, Одиссей. Напиши заявление, получишь советский паспорт. Вскоре Одиссей стал гражданином страны Советов. Это произошло летом 1936 года. А в мае 1937 года состоялось первое выступление Одиссея в Табилинском театре оперы и балета. Он дирижировал оперой Евгений Онегин. Успех был ошеломляющий. Евгений Микеладзе, главный дирижер оперного театра, предложил Одиссею остаться в Табилиси. Одиссей согласился. Он не мог себе представить, что через два месяца Микеладзе, выдающийся дирижер Грузии, будет арестован. Тучи сгустились и над Одиссеем. Он скрывался у верных друзей, менял места ночевок. И вдруг гроза прошла. Репрессивная машина, видимо, выполнив план, взяла тайм-аут. Одиссей, чудом уцелев, начал работать. В течение двух лет он осуществил несколько оперных и балетных постановок. Небывалым успехом пользовалась опера «Разбойник Коко», музыку которой написал композитор Адриашвили по поэме Ильи Чавчавадзе. В августе 1939 года у Одиссея родился второй сын – Орест. В те довоенные годы Одиссей, живя мирной жизнью счастливого отца семейства, не мог знать, что за фасадом дипломатических игр между Сталиным и Гитлером Германия готовится к войне с Советским Союзом. Война началась. Немецкий солдат добрался до вершин Кавказа. Многие музыканты в результате мобилизации оказались на фронте. Одиссей в качестве пианиста выступал с концертами в воинских частях Красной Армии. В те тревожные дни Одиссею сообщили горестную весть. В Греции голодной смертью умерла его мать. Наконец война закончилась. Бог сохранил Одиссею жизнь. Более того, Одиссей был награжден медалью за оборону Кавказа. Когда в Грузию приехал дирижер Большого театра Александр Меликпашаев, Одиссей в Табелиси репетировал оперу Пучини Богема. Друзья встретились. Меликпашаев сказал Одиссею, «Тебе надо переехать в Москву. Тебя вызовут. Выступишь в филиале Большого театра, а там видно будет». Я прием в 2016 году выбрал оперу «Царская невеста» и великолепно провел репетиции. Оркест у меня аплодировал на репетиции все время. Меликпашаев сказал, «Смотри, как тебя оркест понимают, слушай, что ж ты только пришел». Ну я говорю, что же делать, что могу. Вот здесь и так же. Все приготовлено как следует. Заходит ко мне за колеси Меликпашаев «Как? Да, настроение очень хорошее. Вполне готов». Я говорю, «Ты видишь, даже орден нацепил, знак почитать». Меликпашаев обнял меня на Одиссею, «Ты просто герой, целую тебя». Поцеловал меня, ушел. Ну, спектакль пошел вот так. И все, Пазовский пришел, послалу, все любят с ним, он говорит, «Все рядом», он мне говорит, «Мы с вами разные типы дирижера». Разные. Я очень эмоциональный, а он немножко такой рациональный. Рациональный, да. Но такой тип нам нужен в театре, и я приветствую. Это значит, что ты уже в театре. Осталось пустое, заполнить анкеты. Начал заполнить анкеты, и когда я увидел анкеты, я обалдел. Кто родственник, кто арестован, туда-сюда. А я все пишу, что я успеваю, нельзя все равно узнать, описать. Потом кончилось время, через месяц я жду, справляюсь, никакого ответа. И так, никакого ответа, потом сказали мне, что дело закрыто. старинская ложа не пускает. А у Сталина была ложа. Ложа, которая приходила. И вот эта ложа распоражалась, кого принимать в театр. Понимаете? Кто может, имеет право работать в театре? Не дай Бог принимать человека, которого столько росли в загранице, он еще взорвет оперативно без состава. Одиссей, расстроенный, возвращался в Табелиссии, а Лаврентий Берия, по приказу вождя народов, готовил план депортации греков. Прошло некоторое время, и на Черноморском побережье Кавказа греков почти не осталось. Их выгнали из собственных домов, загрузили на автомашины и под охраной доставили к железной дороге. Там загнали вагоны для скота и эшелонами отправили в Сибирь. КАРАНИЕ 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 В атмосфере гнетущего страха и доносительства Одиссей жил, чтобы дирижировать и дирижировал, чтобы жить и растить детей. Власти пользовались талантом Одиссея достаточно умело. Его назначили главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра Грузинской СССР. В этом качестве Одиссей активно пропагандировал и дал жизнь многим сочинениям грузинских композиторов. В 1952 году Одиссея назначили главным дирижером Табилисского театра оперы и балета. В 1956 году Министерство культуры СССР подготовило приказ о назначении Димитриади ведущим дирижером Большого театра СССР. Но тут Одиссея вызвал главный коммунист Грузии Мжаванадзе уговорил его остаться в Табилиси и готовиться к декаде грузинского искусства в Москве. Димитриади был назначен музыкальным руководителем декады которая имела в столице шумный успех. Московская публика была очарована мастерством грузинских музыкантов певцов танцоров и художников. КОНЕЦ Это было время, когда противоречивый Хрущев унижал мертвого Сталина и восхвалял кукурузу. После декады Одиссею присвоили звание Народного Артиста СССР. Первый раз свое дирижерское мастерство за рубежом Одиссей продемонстрировал в странах Латинской Америки. Затем последовало выступление в Вене, где Одиссей познакомился со знаменитым Гербертом фон Караяном. Весной 1959 года в Табилиси Одиссей дирижировал на концерте, где солировал американский пианист Ван Клиберн. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осенью того же года сбылась мечта Одиссея. Он впервые оказался в Греции. Но не как дирижер, а как вице-президент общества СССР Греция. После 35 лет разлуки Одиссей увидел своих сестер Евгению и Ксению. Их интересовало все. Брат показывал фотографии и рассказывал. Нана – концертмейстер. Орест учится в институте. А Парис заканчивает консерваторию. Готовится затмить мою славу музыканта, шутил Одиссей. В следующий раз он приехал в Афины через пять лет. Своим магическим искусством радовал слушателей Болгарии, Румынии и Германии. Берлинская зонтак вопрошала, кому пришла счастливая мысль показать берлинцам этого выдающегося интерпретатора Чайковского. Эти строки писались в марте 1961 года. Через пару месяцев в Табилиси Одиссей дирижировал на премьерах двух опер. «Миндия» Так-Такишвили и десница великого мастера Мшвелидзе. Когда премьерные торжества утихли, Одиссей получил указание выехать вместе с Евгением Светлановым в Мексику на фестиваль оперной музыки. В Мексике Одиссея настигла страшная весть. Сын Парис, находясь в Абхазии, во время фотографирования оступился и сорвался с Иверской горы в пропасть. С отбитыми почками Париса доставили в Табилиси. Одиссей вылетел домой, но застать сынов живых не успел. Безутешное горе ворвалось в семью Димитриады. Душили слезы. На глазах Елизаветы Сергеевны они не высыхали, а Одиссея спасала всепоглощающая работа. Работа то самособвение. Редактор субтитров А.Семкин Димитриады Димитриады ставил новые спектакли, а в консерватории готовил кадры музыкантов. Почти все дирижеры, певцы и композиторы Грузии бывшие ученики Одиссея Димитриады. Вскоре Одиссей выехал на гастроли в Венгрию, затем в Чехословакию, а потом на Кубу. В 1964 году он, наконец, приехал в Афины. В концертном зале «Рекс» прозвучали симфонии Чайковского, фрагменты из оперы Даиси Захария Балиашвили и балета Гаяне «Арама Хачатурьяна». В сентябре 1965 года министр культуры СССР Екатерина Фурцева назначила Димитриады дирижером Большого театра. Одиссей Ахилесович с Елизаветой Сергеевной переехали в Москву. Началась новая жизнь и постановки новых спектаклей. Восемь лет Димитриады дирижировал спектаклями с участием самых ярких оперных звезд Большого театра. Восемь лет Димитриады дирижер георгиев и дирижер Георгиев и дирижер Видео Георгиев и дирижер Георгиев Одиссей с Государственным симфоническим оркестром СССР выступал в Испании, Польше, Франции, Канаде, Монголии и Соединенных Штатах Америки. В Нью-Йорке Димитриади дирижировал в знаменитом Корнеги-Холле. Солировал на концертах давний друг Одиссея, виолончелист Мстислав Ростропович. Газета «Нью-Йорк-Пост» писала, Одиссей Димитриади – самый впечатляющий маэстро, который внес новые выразительные краски в звучание оркестра. В 1967 году Димитриади вместе с греческим режиссером Кокоянисом заключили с Афинской национальной оперой договор на постановку двух опер. Но этот проект не был реализован, ибо в Греции произошел государственный переворот, и многие деятели культуры оказались в тюрьме. Был арестован и любимец греков – композитор Микис Теодоракис. В числе прогрессивных деятелей, выступивших в защиту Теодоракиса, был и Димитриади. В честь Теодоракиса Одиссей дал концерты в Ленинграде, Киеве и Москве. В зале Чайковского оркестр под управлением Димитриади исполнил сочинения Теодоракиса, которые транслировались по радио на весь мир. Много лет спустя Теодоракис рассказал Одиссею, как он в тюрьме тайно слушал концерт из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Шестидесятилетие Димитриади отмечал и в Москве, и в Табилиси. Столицей Грузии звучала опера Масканьи «Сельская честь». Напоследок оркестр исполнил фрагмент из оперы Палиашвили «Абессалом» и «Этерий». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В 70-е годы Министерство культуры Грузии возглавлял композитор Отар Тактакишвили. Хорошо зная кризисную ситуацию в Табилисском оперном театре, Тактакишвили просил Одиссея вернуться в Табилиси и помочь коллективу. Одиссей приехал в Табилиси, принял дела, а через день здание театра сгорело. Как потом выяснилось, это был поджог. Пока табилисцы восстанавливали сгоревший театр, греки в Афинах сняли с работы черных полковников, свергли хунту. После установления в Греции демократии, Одиссей приехал в Афины и вместе с режиссером Кокоянисом осуществил несколько постановок, в их числе «Кольцо матери Коломириса» и «Флора Мирабилис Самараса». Летом 1978 года профессор Табилисской академии художеств Константин Мирабишвили создал скульптурный портрет Димитриади, посвященный 70-летию маэстро. Одиссей отнесся к работе скульптора с должным уважением, но его больше волновало восстановление театра, которое тянулось 6 лет и близилось к концу. Неутомимый Одиссей хотел на новой сцене поставить оперу-бизе «Кармен». Но человек предполагает, а КГБ располагает. По распоряжению Андропова Димитриади был назначен главным дирижером Олимпиады-80. До свидания, Москва, до свидания, Олимпийская сказка, прощай. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Однажды ближе к вечеру «Маэстро Димитриади» позвонили из Большого театра. «Одиссей Ахилесович, Фуад Мансуров застрял в лифте. Можете его выручить? Вытащить из лифта? Нет, дирижировать вместо него. Могу, пришлите машину». Через тридцать минут «Одиссей» дирижировал оперой «Чио-чио-сан». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если суммировать количество концертов и спектаклей, на которых дирижировал Димитриади, то их насчитается более шести тысяч. Его партнерами на концертах выступали всемирно известные скрипачи Ойстрах и Климов, пианисты Гилельс и Рихтер, Аборин и Нейгаус, Флиер и другие. По Божьей воле «Одиссей» многих пережил. Уходили на вечный покой не только музыканты с мировым именем, но и вожди коммунистической партии. Умер Брежнев. ПОХОРОНИЛИ АНДРОПОВА К власти пришел Горбачев. Началась перестройка. И процесс пошел. ПОХОРОНИЛИ АНДРОПОВА ПОХОРОНИЛИ АНДРОПОВА ПОХОРОНИЛИ АНДРОПОВА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елизавета Сергеевна, которая всегда терпеливо ждала возвращения Одиссея, однажды, в 1991 году, не дождалась. Скончалась внезапно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После смерти жены Одиссей Ахиллесович почувствовал себя одиноким стариком. В те тяжелые дни Одиссей сказал, все, что можно было отдать музыке Советского Союза и Грузии, я отдал. А теперь, если Бог даст еще пожить, я хочу поработать на Грецию. Мысль переехать в Грецию зрела не один месяц. К этому трудному шагу Одиссея подталкивали разные обстоятельства. Перестройка давно перешла в перестрелку. Страна, в которой он вырос, учился, любил, трудился, кутил, страдал, рухнула. Теперь его сын и дочь граждане Грузии, а он гражданин России. Где жить? Как жить? На что жить? С тех пор, как он получил советское гражданство, прошло 60 лет. И вот теперь, в 1995 году, он вновь стал гражданином Греции. Родина предков встретила Одиссея достаточно уважительно. Он воспрял духом. У Одиссея появилась возможность дирижировать в Солониках и в Афинах. В том числе и в концертном зале «Мегаро-музыкис». «Мегаро-музыкис» «Мегаро-музыка» КОНЕЦ 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 Упорным трудом и талантом от Бога Одиссей прославил и Грузию, и Грецию, и Россию. Маэстро Демитриади – почетный гражданин Афин, Батуми и Табелиси. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выдающийся английский драматург Бернард Шоу ценил в дирижерах смелость, энергию, веру в самого себя и дар увлечь оркестр. У маэстро Димитриади, кроме этих качеств, есть еще один дар. Молодой дух, который с годами не иссякает. Вся долгая жизнь Одиссея Ахиллесовича Димитриади пример служения любимому искусству. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ